Вот вспомнили про безразличных людей, их единицы, ну это очень огромная и очень мощная сила, которая может точно являться каким-то отдельным подразделением вооруженных сил Украины. Люди, которые спасают украинцев, которых депортировали. И вот теперь представьте себе, на сегодняшний день русские депортировали украинцев, а это 800 тысяч людей на свою территорию, вплоть до Дальнего Востока. И есть люди, которые пытаются найти с ними связь с нашими украинцами, нашими гражданами и вернуть их обратно. Насколько это возможно, сейчас будем узнавать. Безусловно. Владислава Гаврилюк сейчас с нами волонтер общественной организации «Общее дело», которая как раз и была эвакуирована из Мариуполя в Россию, и ей чудом удалось оттуда сбежать. Владислава, вам здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы продолжаем говорить о таких людях, как вы, которые настолько не хотят быть частью этого русского мира, ни под каким предлогом. Расскажите, если можно, коротко вашу историю. В каком лагере вы оказались, как вас забрали, и, безусловно, как вы смогли бежать оттуда? Добрый день. Я взагалі спілкуюсь украинською, але сьогодні з вами я поговорю на великом русском языке. Я трошки переплутала, чуть-чуть перепутали историю. Я Гаврилюк Владислава сама я з Бучанского района вместе з детьми сбежала. Дом мой разрушен. Это, наверное, что редактор напутал. Но сейчас я нахожусь в Польше и занялась тем, что помогаю людям, которые были вынуждены, выехали в Россию, как бы их депортировали. Я вот таким образом случилась, что помогла выехать двум семьям, у которых были документы. Сейчас они уже на территории Польши. Они встретились со своей семьей, и у них как бы все хорошо. То есть мы проложили путь. Ну, то есть я как бы сама взяла эту инициативу. Мне на самом деле все время после того, что мы пережили в Бучанском районе, очень болело сердце за людей, которые оказались в Мариуполе в этих условиях. И я понимала, что какая-то часть людей там есть украинцев, которых надо спасать, которым надо помогать. И у меня были свои связи, так как я актриса театра и кино, и сейчас нахожусь именно в театральном центре в Польше. В свое время я снималась в Таллине, в такого режиссера-бегуна Вячеслава. И у меня там были друзья, и я вот составила маршрут, как можно. То есть связалась с русскими волонтерами, которые на самом деле помогают много в России, насколько могут. Потому что их там действительно прессует ФСБ как бы всяческими путями. Но люди неравнодушные есть и там, они помогают нашим людям вещами и всем остальным, чем могут. И также помогают провозить их к границе. С чем мы стыкнулись, с какими проблемами? И проблема, которая как бы нерешаема. То есть все проблемы, которые есть, они более-менее решаемы. Это еда, вода, жить и так далее. То есть как-то русские волонтеры там организовывают наших людей в этих фильтрационных лагерях. То есть что самое ужасное, это я чуть-чуть расскажу позже, эти фильтрационные лагеря. Но проблема первая, это то, что невозможно людям, которые украинцы, которые хотят вернуться домой, но их документы были сожжены или разорваны, когда люди переходили границу с Украиной в Россию ихними войсками, они не могут, они получаются как бы в цивильном уполоне. То есть я связалась с такой Аней Коваленко, которая есть главой 39-й женской сотни, которая очень много чего помогла мне решить в этих вопросах. Она связалась с МЗС, передала этот вопрос. Также передала вопрос в СБУ, потому что там очень много людей, которые действительно являются диверсионными группами, либо, например, русские, которые хотят пересечь границу и получить украинское гражданство. Но понятно, что их всех надо проверять. И часть только людей, которые являются украинцами, которые действительно пострадали, у которых есть как бы национальная идея, которые хотят вернуться домой и потом отстраивать страну, они должны быть спасены. Но для этого их надо в 100% как бы проверять, потому что часть людей действительно, процентов 70, тех из которых ко мне конкретно обратились, обращалось по 100 человек в день. То есть очень много. А давайте как раз сообщение вот нашей коллеги покажут, которое вы прислали нам скриншот, я так понимаю, к вам обращаются вот эти сотни людей. Пишет вам, я так понимаю, одна из подписчиков в Фейсбуке. Добрый день, Слава, меня зовут Алена, моя мама вынуждена была эвакуироваться из Луганска, в Луганск из Рубежного, в связи с отсутствием возможности выехать в украинскую сторону. Сейчас она в городе Энгельс, в России, там живут родственники, они заставляют ее насильно делать русское гражданство. Мама не хочет, мне нужно помочь оттуда выбраться. Как это возможно? Я живу в Германии, буду вам признательна за ответ. А вот скажите, пожалуйста, вот этим людям что делать все-таки, чтобы сохранить свою жизнь, как бы вы советовали, как волонтер, им стоило бы не противиться этой эвакуации? У них есть шанс потом выехать? Мы можем как-то успокоить. Смотрите, в чем вопрос эвакуации? То есть надо разобраться с программами, которые есть в России, которые предлагают. Если вы, самое ужасное, что для меня происходит, это то, что существует в 21 веке, в нашей вообще мире, да, фильтрационные таборы, да, лагеря, по которым я сейчас в Польше хожу. И это история, когда евреев, да, собирали в эти констаборы. Но я, выехав из Бучанского района, вот так вот почувствовал на себе, что такое оказаться в окружении российских войск в лагере. Но я не могу почувствовать и, наверное, на секунду того, как чувствуют себя люди в Мариуполе, пребывая реально в этом. А потом их отправляют в Россию. Фильтрационный табор, на минуточку. Там есть дальше сообщение, конкретно про которые таборы, лагерям неизвестно. Это лагерь Тихвина в Ленинградской области. Это лагерь в Ростовской области, где присылал мне сообщение пастырь евангелистской церкви, не русской, да, церкви православной, которая является частью КГБ, а евангелистской, короче, какой-то там церкви, да. Потом следующий лагерь, ПГТ Врангель. Значит, ПГТ Врангель, это Дальний Восток, чтобы вы понимали, куда отправляют людей именно с мариупольской пропиской. То есть не всех украинцев, а именно с мариупольской пропиской. И там конкретно человек пишет, зачем отправлять, непонятно, зачем. Это когда люди подписывают, когда они, получается, в условиях безнадежных, да, они подписывают программу на беженство в России, и Россия за них принимает. То есть у них вот такие вот правила. Ты подписал программу, и тебя отправляют в лагерь. И конкретно на Дальний Восток, где уровень жизни низкий, у вас там есть сейчас скрины, вы можете показать людям, да, низкий уровень жизни, нету работы и так далее. Что делать в семье? Самое главное. Ко мне обретилась семья, у которой, так же, как у меня, есть двое детей и папа, да. Они выехали ужасными трудами. Получается, у какого-то из ребенка сожжено свидетельство о рождении. Эта мама бедная звонит в Украину, говорит, ребята, помогите восстановить паспорт, хочу ехать в Европу, не могу здесь быть, не хочу принимать русское, это, да, как бы, программу беженства и уезжать куда-то на Дальний Восток, либо куда бы они не пригласили. Им говорят, вы должны быть с дочерью или с сыном, у которого сгорело, собственно лично. А как она может быть, собственно лично, если эти живниры, я уже на польском, прикордонники, да, Российской Федерации не пропускают их в Украину. Также потом мы пишем в Таллинн, в консульство, говорим, дорогой наш консул, пожалуйста, помогите, спасите, есть семья, сгорели документы, дайте свидетельство ребенку, пусть проедут границу с Россией, границу с Таллиннами, уже поедут в Европу и будут, как бы, дальше себе решать. Нет, вы должны быть, собственно лично. То есть это самая большая проблема на данный момент, что есть люди, которые хотят выехать, они в ужасном психологическом и так далее состоянии, они действительно в ужасном состоянии. Но они не могут выехать, потому что нет доступа, нет рычагов. Максимально, учитывая то, что вы сказали, вот эти истории, они максимально должны сейчас со стороны украинской власти быть, вот эти моменты каким-то образом где-то прописаны и в будущем сотни тысяч, оказывается, украинцев насильно депортированы на территорию Российской Федерации и по таким вот причинам многие не могут вернуться. В самом конце, правильно понимаем, многие слышат и, безусловно, захотят вот идти по вот этой вот схеме, по ниточке. Правильно мы понимаем, что один из самых явных таких вот моментов проезда на территорию Европы, вот это все могут организовать и помочь европейские страны, чьи консульства и посольства находятся на территории Российской Федерации. Например, та же самая Эстония, что к ним можно обратиться и они таким образом помогут переправить украинцев на свою территорию, ну а дальше уже будем за ними следить. Чуть неправильно вы поняли, потому что помогают, я не знаю количество вообще, то есть сейчас вот прорабатывается этот, благодаря Ане Коваленко, которая есть организатором «Женской сотни», прорабатывается этот механизм восстановления документов, но опять же, я сейчас обращаюсь ко всем вообще политикам и людям в Украине, которые меня слышат, услышьте этих людей. Они реально находятся в жопе мира в России, которая напала на нас. Эти люди чудом выжившие попали туда, они хотят домой, либо в Европу, но они не могут это сделать, потому что нету рычага адекватного влияния на то, чтобы они получали эти документы. Наши, ну как бы, надо этот рычаг. То есть сейчас Аня как-то пытается это наладить, но я обращалась к кому я могла, меня пока что не слышали. Я надеюсь, может быть сейчас услышать через ваш канал, это будет чудесно. По поводу вашего вопроса, не Эстония, то есть не консульства помогают выехать, помогают выехать волонтеры, которые есть в России. Они создали огромную сетку и они сейчас тоже уже поддались репрессиям. Вы можете тоже там прочитать. Я, наверное, дала ссылку на то, что одну из женщин забрали в лес, побили, пригрозили убийством детей и так далее. Они как бы там уже тихонечко, понятно, это все делают. Они себя позиционируют как вне политическая история, чтобы больше прожить в этой стране, чтобы ФСБ их не запрессировало и помочь украинцам, но, к сожалению... Спасибо огромное и вам, и всем волонтерам, которые сейчас помогают людям, на которых Россия напала. Кстати, вы говорили о том, что украинская власть. Мы будем спрашивать. У нас представитель украинской власти присутствует в нашем эфире, поэтому кто-либо из них будет появляться. Мы будем тоже задавать подобные вопросы для того, чтобы материровать дальше, чтобы не забывали о том, что вот эти окна для украинцев нужно обязательно делать и череги каким-то образом организовывать. Владислава Гаврилюк, волонтер, с нами была на прямой связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!